Школьные новости Я пошел купаться, искупался и заболел А вот теперь мама меня закрыла дома И не упускает на улицу у гостя кого-то детей Мне очень скучно, что мне делать? Ну, наверное, нужно извиниться перед мамой Сказать ей, что так ты не будешь делать Потому что она переживает за тебя И ты так больше никогда не будешь делать И не будешь простужаться из-за таких пустяков Будешь гулять, купаться тогда, когда будет разрешать маму В день по детскому телефону раздается более 70 звонков Что это? Обычная работа взрослых? Или дело, которое может действительно помочь детям? Чем ваш телефон может помочь нам детям? Ну, мне кажется, наш телефон недаром называют сказочным телефоном Или добрым телефоном И дети могут обратиться к нам самым разным вопросом Начиная от того, что им просто очень скучно И хочется услышать очень милую, хорошую сказку И кончая вопросами о том, как им помириться с мамой или папой Или, может быть, как лучше сделать свою школьную учебу Решить конфликты с друзьями, с родителями Поэтому мы можем решить все эти вопросы Помочь, ну, конечно, вместе с вами Ну, давай, послушай сказку Жила-была в одной деревне маленькая девочка Такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было Но со сказкой можно встретиться не только по телефону В школьной новости побывали на новоселье Кошкиного дома По Кутузовскому, 25 Главный сказочник здесь – известный клоун Юрий Куклачев Мы уже имеем театр И мы его хотим назвать, в общем-то, назвали такой Кэтс Хаос Кошкин дом И здесь у нас, вы можете, вот, если кто к нам придет Увидит не только спектакли, но и увидит картины Здесь у нас объединяется целый центр Центр, вот Кэтс Хаос Ведь кошка – символ доброты И я думаю, что вот кошки нам помогут Помогут не забыть человеческое, вот, человеческое, что есть в людях Юрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, в каком возрасте началась ваша дружба с кошками? Ну, с кошками я начал заниматься совсем недавно Где-то 20 лет тому назад Я закончил церковое училище просто клоуном И это было в городе Черкасса Шел по улице И вдруг в кустах нашел маленького котенка Я думаю, что с ним делать? Я ему покушать мясо, ничего не ест, пищит и все В это время ко мне соседка постучалась и говорит Ты что над котенком издеваешься? Я говорю, не издеваюсь, вот сидит и пищит Эх ты, говорит она, кошачий папа Вышла на кухню, взяла из-под торта коробочку Насыпала в него песочек, поставила Котенок песочек увидел Ямку выкопал, сел и успокоился Ну вот так началось мое первое знакомство с кошкой В общем-то раньше у меня как-то я не обращал внимания А потом я начал с кошкой заниматься, репетировать И заметил, что это очень талантливые животные И вот как говорится в сказке Шарль и первый кот в сапогах Кот человека вывел Вывел, так сказать, бедного крестьяна И он стал маркизом И так же получилось у меня Я просто был артистом А здесь кошки помогли мне найти мою тему Ведь секрет заключается в том, что не я кошку А кошка дрессирует меня Кошкам не везло, пока они гуляли сами по себе Но благодаря сказке, доброму сказочнику Они стали актерами театра Так может быть и ребята не будут так одиноки Если в этом театре найдут себе друга Хотя бы даже кошку Аплодисменты